В апрельские дни многие жители республики, несмотря на предупреждения, жгут на приусадебных и дачных участках сухую траву и мусор, оставшиеся после зимы. Между тем, именно это становится причиной весенних пожаров. Какова альтернатива этому методу, узнали мои коллеги, побывав в Янтиковском районе. В Тюмеревском сельском поселении Янтиковского района очередной весенний субботник. Уборкой мусора и сухостоя занимаются ежегодно, как на придомовых участках, так и на общественных. Мы каждый год собираемся и делаем субботник. Мусор – это мелочь, контейнер, а большие – это забирает мусоровозка. Потом, как это все соберем, и увозят на свалку. Активнее всего уборка ведется в пожароопасный период. Территорию вычищают досконально. Кучи сухого мусора растут на глазах. Однако, костров никто не разводит. Ничего не сжигаем, все убираем, мусор убираем и собираем мусорные контейнеры. И централизованно вывозим полигон твердых бытовых отходов. Мы специально заключили МУП ЖКХ договор. Они нам в неделю два раза приезжают. По вторникам и по пятнице. Вот сейчас, наступление весны, количество отходов мусора резко у нас увеличилось. Люди делают уборку в своих домах, в своих придомовых территориях. Это очень отрадно, хорошо. И весь этот мусор мы вывозим своевременно. То есть, если у нас раньше зимой было 2-3-4 машины в день, то сейчас 15-17 машин в день мы сейчас вывозим. Отдельный комплекс мер предусмотрен и по профилактике пожаров в лесной местности. С 25 апреля по всей Чувашии начнет действовать особый противопожарный режим. В Янтиковском районе к нему подготовились своевременно. В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории Янтиковского района проводятся рейдовые и плановые осмотры в части соблюдения и очистки территории, прилегающих к лесу от сухой травинистой растительности, мусора и других горечких материалов. Также создание противопожарных мини-разорных полос. За нарушение правил противопожарного режима существует ответственность в виде административного штрафа на граждан от 2000 рублей, на юридических лиц от 200 тысяч рублей. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика.